офисный пакет существует такой либре офис он кстати возможно вы скачать в портативной версии правда не с официального сайта именно с сайта portable labs в котором я уже рассказывал про настройку windows в данном видео обозреем именно word ну как бы либре офис в райдер и да не сомневайтесь я всегда говорю что использую total commander соответственно открываем что уже у нас будет значит после того как открыли богоподобные либо офис у нас тут нам глазам уже виден довольно приятненький интерфейс такой прям вроде как в стиле ворда но еще вот с таким вот меню кстати вот что мне не нравится именно настоящем ворде от microsoft за то что там нет вот этого alt меню который вызывается вот этот но то есть нельзя вот так нажать alt меню вылезет соответственно давайте выберем шрифт допустим это будет и кстати да если в ворде максимально можно 72 и дальше ручка напишет что тут ты можешь выбирать до 96 это довольно это довольно удобно так давайте напишем и да тут по умолчанию именно times new roman привыкайте я не знаю с ней роман допустим ворде мы выберем шрифт так вот напишем такс ну в принципе что уже можем сказать выделяется у нас вот таким вот квадратиком то есть у нас не выделяется ворде каким-то серым невидным цветом а выделяется именно вот таким вот синеньким красивеньким квадратиком вот за что я люблю именно либро офис даже придется по функционалу соответственно текст можно набирать спокойно дальше соответственно можем вот такое вот сделать вот соответственно все работа можем вот такой дефолт некий текст сделать соответственно верхним регистром нижним блин регистром как душе ваше угодно убираем форматирование это у нас цвет это автоматический цвет то есть вы можете выбрать допустим здесь пишем калибре допустим выбираем цвет ну какой синий соответственно как то так ну синий там выбираем красный думаю вы поняли функционалу эта программа довольно обширно и уверен соответственно дефолт некий стиль дальше у нас это это заливка это получается у нас вот так это будет а это вот так вот будет окей окей но вот так вот лучше соответственно заливка текста это это я думаю ну так 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 все можно делать любого формате маркированный список маркированный список дальше у нас маркированные всякие говно списки идут это у нас всякие говно калантитулы и все так вот это вот это расстояние между текстами это можно включить можно выключить естественно это прописание то есть нужно так это так сразу можно включить нужно выключить принципе я не против это хотите пишите соответственно вот ну кнопка создать тут ух тут вот такой вот функционал следующем видео наверное либо офисы спешит обозреем соответственно вот тут у нас это открыть это сохранить тут есть разновидность сохранить как сохранить как pdf распечатать это при это предрасмотр перед печатью ну дефолтная функция это очистить форматирование это это он до рэда кстати рэда он до рэда это смешно там было это посмотреть и заменить это вот это смотреть правописание вот это кстати удобно это я люблю вот это вот это прикольная функция и здесь она реализована более класс чем борде то у нас табличица он допустим вот так вот кредит таблица у нас спокойненько работают это можем ее таким же изи кликом блин убрать но она у нас что-то не убирается не знаю чего чего она у нас кстати почему-то не убирается ну ладно через сто лет я выключил это говно путем создания нового божественного документа дальше у нас ее вставить изображение диаграмма это рамка у нас такая вот красивенькая это вот это колонки то и прочая параш это у нас тут расстояние опять же то у нас какие-то символы валюты но слава богу хоть не рубля ах это он деревянный это не перссылка вставить это у нас заметка это у нас конец заметки все такое это заметка комментарий комментарии кстати реализованы это фигуры функции рисования ну короче знаешь у нас тут вот эти функции кстати последние документы функции есть она прикольно работает там если ты как бы нажимаешь нет не сохранение тебя нет автосохранения у тебя просто документ всегда удаляется это кстати надо реализовать заходчиком либре офиса дальше у нас сохранить сохранить к копию если сохранить копию нету но это такое себе что нету в оригинальном офисе вот это вот надо реализовать эти коми это цифры мод дальше экспортировать а дальше вот как видите все работает соответственно бринт превью принтер шейтинг с пропортиз это свойство соответственно тут диджитал сигна тоже exit либро офис тоже назад-вперед вставить как вставить что выбрать все выбор блок я все такое найти найти заменить трек ченджерс это комментарии всякие да на комментарии удалить комментарии референсы но это недоступно чем же датабас датабэйс дальше у нас видео это вид у нас нормал веб статус бар короче функции которые практически никому не нужны мой проект это по сути то что вот в этом есть соответственно это уже формат это вот это вот строка который вот здесь это все было соответственно формата уже не образовать стиле это тоже то что здесь было это вот это просто ну вот это дальше таблица таблица это у нас вот здесь эти функции тоже все расписаны соответственно внизу такая не появляется insert формата для дизайнеров блин дизайнеров а дальше толстая вот это споринг это про описание это нам нафиг не нужно потому что я ненавижу когда мне подчеркивают то что там пишу это меня жутко бесит дальше у нас открыть закрыть окно выбор документа это кстати удобно помощь но это бесполезно я думаю никому это не нужно а если нужно это можно все же включить в принципе вот такой небольшой коротенький обзор программы ну а соответственно вот еще можем писать